Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это Криптспай, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок продолжает корректироваться, то есть цены ключевых криптовалют находятся в красной территории, графики за последние 7 дней падают, и так получается, что коррекция продолжается. И самое интересное, что это все происходит на фоне позитивных или положительных твитов со стороны известных лиц в криптовалютном пространстве. Давайте вспомним, что 2-3 дня назад Elon Musk написал, что Tesla ничего не продает, у них Diamond Hands, то есть диамантовые руки, стабильные, они не собираются практически растрястись и продать свои криптовалюту. Также Elon Musk, я отслеживал практически последние дни, кто что пишет, он поддержал Bitcoin, сказал, что это практически будущее, у него большие перспективы и так далее, мы все это видели, но как-нибудь на этот раз получается, что рынок не реагирует на заявление Илона Маска, а ранее практически СМИ продвигали теорию, что именно он своим заявлением управляет рынком. Сейчас получается, что несмотря на тот факт, что Elon Musk там что-то позитивное пишет и по Dogecoin, и по Bitcoin, и по крипторынку, рынок продолжает корректироваться, то есть не обращая внимания на заявления Илона Маска. Но мы все-таки должны понимать, что Dylan Musk очень богатый человек, сравнивая остальные криптовалютные инвесторы с ним, это большая разница, но у него всего лишь полтора миллиарда в биткоинах, а это небольшая сумма для криптовалютного рынка. Итак, если перейти к другим лицам или персонам, у которых намного больше биткоинов, чем у Илона Маска, например, MicroStrategy и Майкл Сейлор, но он ежедневно восхваляет биткоин. Freedom has a price Bitcoin. Сегодня я купил биткоин через Square Cash App и так далее. Тут любой твит, который Майкл Сейлор выкладывает, он в пользу биткоина, и как люди практически говорят, что биткоин это будущее, и биткоин будет расти. И у Майкла Сейлора намного больше биткоинов, чем у Илона Маска, и мы знаем, что он достаточно мощный и известный человек в криптовалютном пространстве, у него больше миллиона сабскрайберс в криптовалютном пространстве. И он также не может повлиять своими заявлениями, твитами на крипторынок и перевернуть вот эту негативную тенденцию. Если перейти к твиту Барри Силберт, очень схожая ситуация. Он также продолжает восхвалять криптовалюты, определенные криптовалюты и как за ними будущее. И мы знаем, что сравнивать Илон Маск, Майкл Сейлор с Барри Силбертом и с Грейс Кейлом, ну это уже большая разница. Тут миллиард долларов, 40, 50, 60 в разных криптовалютах. То есть у него в 30 раз, допустим, или в 40 раз больше криптовалюты под управлением, чем у Илона Маска. То есть и он своими заявлениями также не может развернуть твит, то есть своими твитами не может развернуть рынок. Сизи, Байненс, а мы знаем, что Байненс самая мощная криптовалютная централизованная биржа на данный момент. Там перекручивается миллиарды долларов в день. Вот те деньги, которые практически имеет Илон Маск, Байненс, торговля на Байненсе может их проглотить в течение одного часа. Я имею ввиду, если это только доллар-биткоин, пара доллар-биткоин. В течение одного часа и рынок даже не заметит вот это изменение, вот эту флуктуацию, потому что на Бинансе перекручиваются колоссальные деньги. И Илон воспаляет биткоин, ходил и так далее, за ним будущее. И рынок не может практически даже на твиты таких влиятельных людей перевернуться и возобновить рост. Я это с целью показал. Почему? Потому что сейчас уже ясно, что твиты Илона Маска, они не влияли на рынок криптовалютный. Это было всего лишь некое совпадение. В это время практически было много позитива. Он где-то что-то твитнул, там рынок пошел вверх. Может быть, некая менее ликвидная криптовалюта на это отреагировала. На то, что он влиял на рынок сейчас видно, что не только Илон Маск, а именно люди, которые намного мощнее в криптовалютном пространстве. Майкл Сейлор, Барри Силбер, Сизи и так далее. Они даже не могут повлиять на рынок ниже Илон Маск. Я это с целью говорю, потому что на эту тему я и на прошлой неделе практически сделал видео и в начале этой, думаю. Это говорит о том, что это действительно децентрализованный рынок. Это рынок, на котором практически всего лишь один человек или группа людей на весь рынок не могут повлиять. Да, конкретную криптовалюту они могут там практически манипулировать. Их экосистему созданную или там за кулисами, которые они управляют. Но в целом на рынок они не могут повлиять. И тут получается, что на рынок на данный момент на это давление и на рост являют совершенно другие силы. И это заявление Илона Маска и так далее были просто совпадения в моем понимании. Я это и тогда говорил, но каждый практически имеет собственное мнение. И может быть я не прав, я просто говорю свое видение. Итак, давайте сейчас напомним последнее. Рост на криптовалютном пространстве, в частности у биткоина, происходил в основном во втором полугодии 2020 года. Вот здесь практически начался этот рост. Это был тот период, когда практически коронавирус, пандемия и так далее, еще практически меры начали ужесточаться. Была вторая, третья волна где-то, то есть второй, третий раунд по ужесточению экономических мер. И это практически давило на глобальную экономику, когда из-за коронавируса ситуация, вот эта пандемия, она давила на экономику. И все эти меры практически передвигали очень много людей в интернет. То есть из физического мира в интернет и соответственно в криптовалюту, а также многие начали искать альтернативы фиатным деньгам, потому что в это время экономики не работали, центральные банки печатают деньги, доверие в центральных банках падало. И соответственно вот благодаря этому биткоину и в целом все вот эти криптовалюты, децентрализованная идея, она практически от этого получила большой толчок. То, что все мы понимаем, что криптовалюта это альтернатива центральной фиатной системе. И мы это обсуждали и на прошлой неделе. А сейчас что получается, когда меры практически, мы замечаем, что потихонечку начинают сниматься. Многие крупные инвесторы в глобальной финансовой системе считают, что фиатные, децентрализованные экономики начинают возвращаться к нормальному состоянию, где все будет потихонечку работать. Это будет уменьшать потребность на safe heavens, то есть на активы убежища, на хедж активы, как биткоин в частности. И соответственно в таком случае практически понятно, что это начинает давить на криптовалюты, потому что когда фиатный мир идет по пути к восстановлению, будет уменьшаться спрос на криптовалюты, имею ввиду в начальной фазе. В будущем криптовалюты разработают новые причины для роста, то есть там идет мощный технологический прогресс, но на данный момент, на мой взгляд, это будет ограничивать рост криптовалют. И мы это обсуждали в последние дни, недели, так что я просто сейчас хочу кое-что добавить. Вот даже я смотрю, есть ставки по 5-летними, не по 10-летними, если взять ценным бумагам бандов в Европе, они также начинают расти, то есть вот он практически рост. Вот он 2020 год, вторая половина прошлого года, когда ставки начали падать, это практически с точки зрения финансового анализа говорило о том, что банки начинают печатать все больше и больше денег, то есть lose monetary policy, то есть ультрамягкая денежно-кредитная политика. И она повлияла на биткоин, потому что когда банки печатают деньги и ставки снижаются, то есть по бандам, это говорило о том, что соответственно люди будут переходить к альтернативу, к биткоину и так далее. А сейчас практически вот с конца марта, начало марта, начался рост ставок. Это говорит о том, что инвесторы ожидают, я это показывал недавно и на графике американских ценных бумаг, это европейские ценные бумаги, это говорит о том, что инвесторы крупного финансового мира понимают, что может быть центральные банки будут притормаживать свои печатные станки, будут притормаживать ультрамягкую денежную кредитную политику. Количество дешевых денег будет уменьшаться, мы понимаем о чем идет речь и соответственно это начинает давить на потенциальный рост альтернатив к ядру денег, потому что сейчас идет маленькое якобы ужесточение. Я не хочу сказать, что это ужесточение денежно-кредитной политики, потому что я очень много занимался этими анализами. Вы знаете, я работал на валютном рынке, макроэкономические анализы мы делали 5-10 лет назад, когда я работал в брокерской компании. И вы знаете, что по монетарной политике мы очень много говорили, так что это не ужесточение, это просто практически сейчас маленький скок, который говорит, что банки центральные начинают притормаживать вот эту ультрамягкую денежную кредитную политику и это дает на биткоин. А все вот эти твиты интересных людей, ну вы знаете, я хочу сказать, так как я работал в этой сфере профессионально, имею ввиду в хедж-фонде, в брокерской компании, в инвестиционном фонде по рынкам, людям практически интереснее читать вот такие вещи. Некий там известный человек, инфлуенсер, где-то что-то сказал, вот рынок на это отреагировал, Китай запретил что-то. Вот это интересно людям, вот когда людям покажешь некие графики, минусы, плюсы, нужно уже и что-то посчитать, и все вот это, что есть, экономические факторы, макроэкономика. Ну подумайте, кто будет это читать, это неинтересно, это сложно, это единицам людей, которые действительно профессионально уже занимаются управлением деньгами и им для своей выгоды, для того, чтобы зарабатывать деньги, это необходимо уже понимать суть вопроса. А для многих, когда, ну там есть некие криптовалюты, где-то что-то пишем, конечно, интересно вот такие вещи читать. Я на самом деле их тоже читал, потому что мне тоже интересно, кто что сказал, думать, что это влияет на рынок или, да, это может быть немножечко влияет на рынок, но что это управляет рынком, это в известной степени не серьезно, тем более, что рынок криптовалют, централизованный рынок. Итак, друзья, у меня на самом деле на этом все, спасибо за ваши просмотры, я вам желаю всем приятного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора с вами, как всегда, в это время был Эдкерт Спар.